Слава Аллаху Насколько мусульманин осознает, что Аллах сотворил его, то Творец имеет над нами определенный этикет, который мы должны соблюдать. Мусульманин, когда смотрит на то, что Аллах спускал нам из благ, то невозможно их считать. То эти благи начинаются откуда? Когда человек привязался к матке у матери внутри. Когда привязался к этой матке, уже благи Аллаха начались на этот человек спускаться каждый день и каждый час. И встретит своего Господа. И поэтому мусульманин из воспитания благодарит Аллах не только языком и сердцем, и использует органы, которые нам дал Аллах, только в том, что Аллах доволен будет. Поэтому тот, который использует рука, чтобы воровать, и глаза, чтобы смотреть на харам, и язык, чтобы произносить харам, то в принципе использует то, что дал Аллах, как будто против Аллаха. И поэтому если человек благодарен Аллаху за то, что он ему дал, то он использует органы, которые дал Аллах, только то, что нравится Аллаху. И это будет воспитанием в сторону Аллаха. Ведь поистине из невоспитания, если человек не благодарен, если отрицает благи Аллаха. И он говорит нам в Сора Пчуле 53 аят, И в Сора Пчуле 18 я сказал, И если посчитаете благи Аллаха, то невозможно их считать. И в Сора Бакара 152 всевышний говорит, Упоминайте меня, я буду упоминать вас, и благодарите меня, и не будьте неверующими. И поэтому отсюда слово неверующий, это неблагодарник. И когда мусульманин даже делает дуа, вы знаете, в начале чего? Благодарим Аллаха за его благи. И поэтому говорим, хвала Тебя, Аллах, за то, что Ты нас сотворил. Хвала Тебя за то, что Ты нас привел на правильный путь. Хвала Тебя, что Ты послал нам посланники книги. Хвала Тебя за наши глаза, за наш язык, за наши органы. Хвала Тебя в начале и в конце. Хвала Тебя на земле и на небесах. Хвала Тебя так, как ты это самая лучшая хвала, которую ты сам предпочитаешь для себя. И нету блага у нас, или у других, или у кого-либо, то обязательно от одного Аллаха нету ему сотоварища. Поэтому Аллах из справедливости заслуживает действительно хвала. И не только пустые слова. И мусульманин, когда смотрит, что Аллах знает нашу тайну, видит наши дела, то сердце мусульманина заполняется уважение и страх перед Аллахом и возвеличивание его. То он ему стидно грешит. И стидно противостоит Аллах и выходит из его повиновения. Почему? Потому что не из этикета в сторону Аллаха, чтобы показать ему грехи и встречать его этими грехами, когда он их видит и слышит их. Аллаха. И поэтому Аллах говорит в суре «Нух» «МАЛАКУМ ЛА ТАРДЖУНА ЛИЛЛАХИ ВАКАРА ВАКАДХАЛАХАКУМ АТВАРА» «Почему не боитесь Аллаха?» И Он создал вас этапами. И в суре «Пчули 19» сказал «Я АЛЛАМУ МАТУ СИРРУНА ВАМАТУ АЛЛИНУН» «Он знает то, что вы скрываете и то, что вы открываете». И в суре «Нух 61» сказал «И вы не будете в какое-либо состоянии, и не прочтете ли Куран, и не делаете какой-то поступок, «Обязательно мы над вами свидетелями, и ничего от твоего Господа, ни пылинки на земле и на небесах не уходит от его наблюдения». Поэтому Аллах охватил знаниями всё. Даже листья с деревья, которые падают, когда желтеют, то Аллаху одному известно, когда пожелтеет и когда он пойдёт. И Аллаху одному известна каждая птица, куда она будет ночевать, и откуда приобрёт еда. И Аллах охватил всё в этом мире знаниями. И когда мусульманин смотрит на Аллах, и Аллах всемогущ, и Он брал нас за эту голову, и никуда нам убегать от Него, кроме как к Нему, тогда мусульманин бегает к Аллаху и бросается руками и судёт к Нему, и уповает на Него. И это будет этикет в сторону Аллаха. «Вид поистине из невоспитания, из неэтикета, чтобы убегать, от которого никуда не убежишь, и надеяться на тот, который не имеет силу, и оставлять тот, который в его руках владение небеса и земля». И Аллах в 40-х год, в 56-й, говорит «МА МИНДАБАТИН ИЛЛА ХУВА АХИЛУМ ВИНАССЯ ТИГА». Нету животных, и обязательно Аллах именно направляет её, показывает её, берёт её. Всё полностью под Его руководство. И в 40-х дарят, 50-й аят, Всевышний говорит «Фафирру ин Аллах, инни лаком минху надирун мубин». «Убегайте к Аллаху, ведь поистин я вам от Него увещатель или предупреждающий». Значит, Аллах через посланника призывает нас бежать к Аллаху, а не убегать от Аллаха. Потому что Аллах мстит сильно. И в 40-х дарят, 23-й, Всевышний говорит «Ва аля Аллахи фатауккелу ин кунту му'менин». «И на Аллаха уповайте, если вы поистине верующие люди». И мусульманин, когда видит милость Аллаха, который окружает нас и Его творения, то он желает и мечтает и хочет побольше. И тогда просит Аллах приближаться к Нему приятными словами и хорошими делами. И это этикет ему в сторону Аллаха. Видны из этикета «Потерять надежду в милости Аллаха, которая охватила всё». И Всевышний говорит в суре «Преграды» 156-й, «Ва рахмати ва сиат куле шей и моя милость охватила всё». И Аллах в суре «Шура» 19-й сказал «Аллаху латайфун би аибадих». «Аллах мягкий и ухаживает за своих рабов». И Аллах говорит в суре «Зумар» 53-й, «Ла такнату умер рахмати ллах». «Не отчаивайтесь от милости Аллаха». И когда мусульманин смотрит на наказание своего Господа, его отомщение, и как отчитывает своих рабов, которые не послушались ему, то он боится и приближается к нему с помощью повиновения. Избегает грехов, потому что не из этикета у тех, которые имеют разума. «Грешит и быть несправедливей от слабого раба Господу, который могущественен и в его льках всу». И Аллах говорит в суре «Зумар» 11-й аят. «Если Аллах пожелает какому либо народу плохое, то никто не остановит его, и нет им без него защиты». И в суре «Аль-Буроч» 12-й аят Всевышний говорит «Инна бача Раббика ля шадид» «Поистине наказание твоего Господа, оно сильное». И в суре «Аль-Буроч» 4-й аят, где Аллах говорит «Валлаху азизу ндунтикам» «Аллах горден и мститель». «Когда мусульманин грешит, он видит, что как будто наказание Аллаха напало на него, и как будто проклятие его достигает его. И так же, когда повиновался и слушает приказы Аллаха, как будто обещание Аллаха исполнилось, и довольствие Аллаха приближается к нему. Поэтому мусульманин должен хорошо думать про Аллаха. Поистине не из этикета думать про Аллаха плохо. Аллах говорит в суре «Фуссилат» И это тем, что вы думали, что Аллах не знает многое из того, что вы делаете. Но вот эти мысли, которые вас привели к тому, что вы были из числа потерпевших убиток, И так же, не из этикета, чтобы человек повиновался Аллаху и думает, что Аллах не вознаградит его. Аллах говорит в суре «Фуссилат» И в суре «Фуссилат» Кто поминуется Аллаху и его посланнику и побоится Аллаха, то они те достигли действительно успеха. И в суре «Фуссилат» в суре «Фуссилат» И 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 вознаграда И его наилюче того, что Монр worker И в общем можем сказать… что хвалит своего Господа за его благи, и стыдится, когда хочешь грешить ему, и правильное направление сердца в сторону него, и надеяться на него, и его милость, и бояться его наказания и отомщения, и хорошо думать про него в его хорошее, и думать, что когда делаешь плохое, так же может исполнить то, что он обещал, это и есть этикет в сторону Аллаха, и человек, в зависимости от того, насколько он придерживается к этому, насколько он приближается к этому, и поднимается его ступенька, и поднимается его уважение, и поднимается его честь, и становится из числа Аулия Аллаха, или приближенные друзья к нему. И это то, что требует мусульманин, и решить его. Поэтому каждый мусульманин постоянно должен просить Аллах, чтобы он дал нам его Уиляя, чтобы он насчитал из числа приближенных к нему, и чтобы он от нас не убрал свою защиту, чтобы мы были из числа приближенных. И мусульманин из его этикета в сторону Аллаха, так же читать его слова, практиковать их братских примеров, уходить от его запрета, потому что кто уважает кого-либо, уважает его слов, и уважает его приказы. Поэтому мусульманин считает, что слова Аллаха святые и высшие над любыми словами. И Куран – это слова Аллаха прямые, кто сказали их, кто был правдив, и кто судил по ними, кто был справедлив. И кто был из числа, те, кто читают эти слова, то это приближенные к Аллаху и сами, которые рядом с ним. И кто придерживается Курану, это те, которые спасутся и достигнут выгоды свою. И те, которые отвернулись от него, это те, которые потерпевшие убиток. И то, что добавляет в вере мусульманина, в величие этой книги, ее святость, ее степень, то, что пророк на благостью Аллаха нам сказал, в изречении от муслен, читайте Куран, поистине придет в суд один заступникам над тем, кто его читает. И в изречении от Аль-Бухари, говорит, сами ли учись вас, тот, кто читал Куран и обучал его других. И в изречении от Имам Ахмад, сказал, те, которые читают Куран, это приближенные к Аллаху и сами друзья его. И так же пророк на благостью Аллаху и в изречении от Аль-Бухари, сказал, что сердце ржавеет, как ржавеет металл. Сказали его посланники Аллаха, что очищает его, это чтение Курана и упоминание смерти. И поэтому этот Куран, когда читался на один из Кураж, которые послали Кураж, чтобы вести переговоры с пророком, да благостью Аллаху, это пророк послушал его, он закончил разговор, пророк сказал ему, есть ли добавок? Он говорит, нету, он говорит, послушай меня, тогда Абель-Валид. И это был Абель-Валид Абель-Мухера. И Абель-Валид Абель-Мухера, сам поэт, и когда начал слушать Куран, он не мог не восхищаться этими словами. И не мог не описать его в своей поэзии. И он сказал, клену с Аллахом он сладкий, и на него украшения. И его низ, как будто он, как будто дает листья, и его вершина, как будто дает плоден. И поистине это нечеловеческий разговор. И поэтому мусульман, кроме того, что он читает, разрешает его халяль, запрещает его харам, берет его этикет. И человек, когда читает Куран, он должен соблюдать определенные этикетки этой книги, чтобы быть в Тахарате, в сторону Кибля, сидит как положено, чтобы читать его с его правила чтения. И стараться проявлять смирение, когда читает, или плакет. Если не можешь плакать, то оплакивайтесь. И поэтому сказал пророк, да благослови Аллах, без речения, атибну маджах. И этот Куран спускался с огорчением, как будто слизятся. Если читаете его, то плачьте. Если не можете плакать, то оплакивайтесь. И так же стараться украшать свой голос. Как сказал пророк, да благослови Аллах, украшайте Куран своим голосом. Не из нас тот, кто не украшается при чтении Курана. И так же, чтобы читать его с размышлением, чтобы сердце понял его, чтобы искать его тайно и понимать то, что Аллах требует с нас. Сколько такие люди, которые читают Куран, не понимают смысла. И знают наизусть, не понимают, что читают. И не быть из тех, которые, когда читают, как будто спящие их, не касаются. А то проклянешь себя в какой-нибудь даятии, и ты не почувствуешь. Потому что, когда говоришь проклятие Аллаха, над лжицами, если те лжицы, то фактически ты проклинаешь себя. И поэтому мусульманин сегодня относится, к сожалению, к Курану с уважением. И найдем, что человек читает разные книги, и слушает разные слова, и любит даже слов простых людей, и уходит от слова Всевышнего Аллаха, который является действительно лечением для сердца и для тела, который укрепляет веру и направляет людей, которые действительно, каждое чтение в нем – это поклонение и награда от Аллаха. И так же, сказал Мухаммад ибн Кааб, мы знали чтец Курана тем, что его лицо желтое от того, что он много читает его. И когда сказали одному, «О, человек, почему не спеш?» Он сказал, «Чудо Курана, раз вас будило меня». И потом прочитал. «О, человек, почему не спешит?» И слезы текут по нему, они поняли слова Короля Великого понятием, которое унизило шея и лицо перед ним. И так же, мусульманин проявляет этикет в сторону посланника Доброгославьте Аллах, потому что Всевышний Аллах требует от нас в Куране. В Сур-Аль-Хужурат первый аят сказал, «Я, айюха, лазина, аману, ла туقدиму байна яда Иллахи во Расулих». Верующие люди, не ставьте что-то перед руками Аллаха и Его Посланника. Означает, не ставьте слово кого-либо перед словами Аллаха и Посланника. Мнение кого-либо перед мнением Аллаха и Посланника. И имя кого-либо перед имя Аллаха и Посланника. В Сур-Аль-Хужурат второй сказал Всевышний, «О, верующие люди, не поднимайте свои голоса, высшие голосы пророка, доблази Аллах, и не кричите рядом с ним, как вы кричите между собой, возможно, аннулируются ваши дела, и вы не чувствуете». И в Сур-Аль-Хужурат третий аят говорит Всевышний Аллах, «Те, которые утешают свой голос у Посланника Аллаха, это те, которые очистил Аллах их сердца к богобоязненности, тем прощение и великая награда». И Всевышний говорит про те, «Те, которые кричат за комнатю, большинство из них не мыслят, если бы они терпели, пока выйдешь из них к ним, было бы лучше для них». И Всевышний в Сур-Аль-Хужурат третий сказал, «Не делайте ваш дуа, дуа посланника между вами, как дуа друг друга, призыв посланника между вами, как призыв друг друга, они не одинаковы». И также Всевышний говорит, «Те, которые просят у тебя разрешения, это те, которые уверовали в Аллах и в посланника, когда просят у тебя разрешения для своих дела, разреши, кому желаешь, из них. И также Всевышний Аллах требовал от нас, чтобы мы повиновались и любили пророка доблостью Аллаха». И сказал в Сур-Аль-Мухаммад 33 аят, «Я, июга ладина, амэну, атияу Аллаха, атияу Расуль, о верующие люди, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику». И сказал в Сур-Аль-Мухаммад 33 аят, «То пусть опасаются те, которые не повиновались пророку доблостью Аллаху, чтобы трогало их ширк или тронет их сильное наказание». Те, которые приходят в хадис пророка Тель-Бухари или муслим, или кого-то, и он говорит, этот имам или этот ученый считает по-другому, «То Аллах говорит, пусть опасаются те, которые не повиновались приказу посланника, чтобы тронет их ширк». Потому что кто не идет по сунне, обязательно попадет в ширк или тронет их сильное наказание. И в Сур-Аль-Хашр 7 аят, Всевышний говорит, «То, что вам привел посланник, берите его, и то, что вам запретили, уходите от него». И в семейство Аймрана 31 аят сказал, «Если вы любите Аллаха, то последуйте меня, пророк, имеется в виду, полюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи». И Аллах сделал его руководителем. И в Сур-Аль-Хашр 7 аят сказал, «Мы спускали к тебе Писание поистине для того, чтобы судить между людьми тем, что научит тебя Аллах». И в Сур-Аль-Хашр 9 аят, «Суди между ними тем, что было послано от Аллаха, и не следуй своим страстям, не следуй их страстям». И в Сур-Аль-Хашр 9 аят сказал, «Клинусь твоему Господу не уверовать, пока они не осудятся к тебе, в то, что у них разногласия, и не найдут внутри себя ничего против того, что тебя осудил, и примут его с удовольствием». И в Сур-Аль-Хашр 9 аят сказал, «Всевышний говорит, «Было для вас пророка, доблестя Аллаха хороший пример для тот, кто желает встречи Аллаха, в Судный день». И проявлять этикет к руководителю, к имаму, к судье. Это то, что требует шариат и требует нормальный разум. Поистине Аллах требует от нас любовь. И сказал пророк, «Доблестя Аллаха, без речения Тель-Бухари и Несаи, «Клинусь того, как моя душа не уверует, кого-либо из вас пока не полюбит меня больше, чем и вы дети, и родители, и люди все». Поэтому пророк, «Доблестя Аллаха, это самый первый из людей, которые нужно любить. И так же человек, когда вспоминает характер пророка, «Доблестя Аллаха, его внешность – это приятный человек внешностью и поведением. то так же как же проявить нам этикет в сторону пророка?» Сегодня многие празднуют, например, день рождения пророка. Праздновать день рождения пророка надо каждый день. Потому что каждый день, который проходим, обязательно и пророк сделан вклад в нём. Поэтому этикет в сторону него мы не должны повторять ошибки западных людей, которые обманывают своих жён и вспоминают их только в 8 марта. И так же пророк, «Доблестя Аллаха, забываем его, не читаем его хадисы, не практикуем его приказы, не уходим от его запрета и потом исправляем его дело рождения». Поэтому этикет в сторону него следующим образом. Первое – повиноваться ему, исследовать его шагам в этой жизни и в религии. И не ставить перед него никого, не уважать кого-либо больше, чем него. Ставить пророка выше, чем любой другой человека. Любить тех, которые любят пророка. И ненавидеть тех, которые ненавидят пророка. И стараться гневаться там, где гневался пророк, и быть доволен там, где был доволен пророк, до благости Аллаха. Уважать его имя, и благословить его, и вспоминать его этикет. Всегда оправдать его в то, что он нам известил в делах религии и жизни, и то, что является тайной в будущем или в прошедшее. Мы верим в то, что он сказал и произносил. И этикет в его сторону, это изучение его сунна, оживление ее, показать его шариат, и призывать к нее, и советы его донести людям, и стараться уменьшать свой голос у его могилы, если дается такая возможность, посетить его могилу, и его мечет, и стараться тихим голосом спокойно делать дуа в сторону Кибли, и любить благочестивых, потому что любили их пророки, и ненавидеть фасиков, как ненавидели их пророк, да благости Аллах. Поэтому мусульманин всегда старается, чтобы проявить этикет в сторону Аллаха, в сторону его книги, в сторону посланника, да благости Аллах, потому что от этого зависит его счастье в этом мире и веном. Прошу Всевышний Аллах, чтобы нас делали из тех, которые проявляют этикет в сторону пророка, да благости Аллах, и чтобы он нас делал из числа тех, которые идут по его сумме, и тех, которые оживляют его сумме, и тех, которые изучают ее и практикуют ее, чтобы Аллах дал нам его повиновение и не запрещал нам его заступничество в судный день, чтобы были рядом с ним в раю. Прошу Аллаха Всевышнего, чтобы нас и сделали из агда сунна, и из тех, которые практикуют Куран и сунна, и поднимают их, как поднимает их пророк, да благости Аллах, и его соподвижники, и да благости Аллаха, Аллах, шапра, рука, мухаммада, дабил Сутихон, и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok